Нападение обезьян на человека Надеюсь, вы увидите это видео и все будет в порядке Гулять будем вокруг озера Вот мы выплыли в заводь с большими листьями Которые вырастают в размер до двух метров Могут удерживать вес небольшой человек Вот весло лежит Вот эти вот уже разрушаются Но они по-прежнему очень мощные Вот такие вот они здесь Мы идем по настоящим джунглям Высадились после лодки Вот здесь вот такие деревья Термитники вокруг них растут Впереди у нас местный гид с мачете Прорубает дорогу Вот здесь реальный джунгль Это не парк, не заповедник Не какой-то там кусочек леса В настоящей джунгли Очень влажно Очень жарко Вот так вот Вода когда поступает Из джунглей образуется река А мы идем дальше Для этого у нас сапоги Где-то Как раз по таким дорогам ходить Приятного аппарата Сапоги Мы сапоги Тут лодки Так попили воду из Лианы. Приехали в место, где живут из Лианы. Друг, привет, дай руку, Друг. Моя семья, это ребенок. Нападение обезьян на человека. Чика, чика, иди ко мне, чика. Пойдем? Пойдем? Давай руку, пойдем гулять. Пойдем? 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 Сюда? В общем, плантация обезьян. Сидим здесь, такой вкусный, вот, еще обезьяны есть. Привет, друг, иди сюда ко мне на руки, хочешь? Иди ко мне, залазь. Тяжелый, мы приехали в место, вон, обезьяна уже стеснялась, сразу не хочет, а обезьяна стесняется, не хочет сниматься. В общем, такое место, здесь живут обезьянки. Это анаконда у нас. Самая большая, 4 метра. Вот такие вот анаконды в Колумбии. Да, но ты знаешь, что они не имеют позицию, но они могут сфокировать тебя. Абраза? 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 Абраза. Абраза? Абраза. 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 Вот сейчас я ее держу и теряюсь в мыслях, что она думает обо мне, и что она думает о всем этом. Я? А, я. Надеюсь, вы увидите это видео, все будет в порядке. Так заканчиваются наши посиделки в джунглях, в дебрях Амазонки. Возвращаемся обратно в Летисию. Нам пилить еще, наверное, часа три-четыре. Сейчас у меня против течения. Сейчас мы на одном из притоков. Скоро вывернем на Амазонку. Сказали наши гиды, мы срезаем путь. Пошли короткой дорогой через вот такие вот джунгли. Вот здесь вот птиц дофига, только что видят обезьян. Очень круто по таким прям маленькому заливчику на лодке. Все эти проливы образуются только когда вода поднимается. Когда вода низко, здесь все джунгли. Это называется сельва. Сельва Амазон. А сейчас мы будем искать другой путь, потому что здесь упало дерево, на самом деле. Дерево упало и преградило нам дорогу. У нас нет ни пилы, ничего такого, чтобы исправить. Вон там, видите, разрушенное дерево. Наша дорожка сузилась. Вот до такой вот маленькой тропинки, я бы сказал, если можно так называть. Что-то здесь не хрёвно и не хотелось бы здесь потонуть. Мы все еще находимся в целью Амазонки. Мы все еще находимся в целью Амазонки. Амазонки с края может быть змея. И некоторые из них очень агрессивны. То есть сгиб предупреждал меня, чтобы мы ничего не трогали и не сходили с тропы, когда мы шли по джунглям. Потому что некоторые змеи очень агрессивны и могут нападать сами, если ты просто находишься рядом. Это когда ты плывешь по такой штуке, то это так же работает. Это правило. Но, тем не менее, все равно очень круто и интересно. Мы сели на мель, вот на такую мель. Большая часть лодки проскочила. А здесь осталось еще немножко. Он наш водитель. Стоит на этой... Ходит по этим водорослям, по этой траве. Толкает нас. Сейчас. Все, мы подплыли. Пошли. Супер. Все. Идем дальше. Вперед. Вон туда. Сначала я все время спрашивал. Это Амазонка? Это Амазонка? А потом, когда первый раз увидел, я понял, что это Амазонка. Ты ни с чем не спутаешь. С какой рекой? Слева этот берег. Слева этот берег. Слева идет. Справа другой берег. И вот такой вот вид открывается. Это Амазонка. Вот так выглядит Летисия со стороны реки. Здесь маленький остров. Дальше Амазонка идет. Сейчас между нами островок и небольшой пролив. Вот это Летисия. То, что я хотел вам показать, но уже не смог, потому что было темно в первый день. Сейчас мы паркуемся и наш тур заканчивается. Ну, а я пойду, наверное, ужинать. Может быть, нормальный декут найду. Зайду в самый дорогой ресторан, который сейчас найду, и там поем что-нибудь вкусного. Значит, я в Летисии приехал из джунглей, помылся, сходил. Чистенький, как ребеночек себя чувствую. Ну, что два дня в джунглях, это вам не хухры-мухры. Сейчас я иду к своим друзьям из Испании, с кем мы провели эти два дня и одну ночь. Вместе, можно сказать, делили все время с ними одну лодку и ходили везде вместе. Вот, иду, захожу за ними в их жилище, в хостелах. И идем кушать вместе. Они скажут, что они знают, какое-то место тут крутое, они мне его покажут. Мы пришли в ресторан, заказали все еды. Это у нас одна и та же рыба, просто это жареная. А это приготовленная в банановых листьях. А что это? Севиче. В общем, это сырая рыба, замаринованная, с креветками и с каким-то там соусом. И немного овощей, типа помидоры, лук и так далее. И вот такие бананы и шелотники очень вкусные. Ладно, приятного аппетита, бон аппетит. Вот такая вот KIA. Кучеглазая, вся побитая. Китая. Китая.